Это хорошая новость, если вообще здесь можно говорить о каких-то хороших новостях. Я сам лично осмотрел все вместе с партирующими, с строителями, вижу, что она не подлежит восстановлению. Маринки там 6 километров длины, мы с прошлой весны освобождаем, пока еще освободить не можем. Мы в конце концов великая держава, мы не должны позволять никакой моське над нами издеваться. Друзья, всем привет. Бункерный дед к вечеру таки разродился комментарием по поводу Крымского моста. Смешно получилось. В то же время уже даже Скобеева плюется на алкопробника Медведева. Говорит, что ты только говоришь и ничего сделать не можешь. А Гиркин, тот вообще предсказывает общегосударственную катастрофу, развал фронта и развал России. Сейчас обо всем расскажу подробно. Подпишитесь на канал. Прямо под описанием к видео есть черная кнопка. Если она черная, то вы, друзья, должны срочно исправить. Нажав на нее, она станет белая. Это значит, что вы подписались. Спасибо. И рядом кнопка палец вверх, лайк, чтобы YouTube видел, что это видео важно. Ну и, конечно, шеры. То есть, пересылайте это видео друзьям в группы. Это важно, чтобы больше людей узнало правду. Итак, друзья, Путин вчера разродился на вечер совещанием по поводу Крымского моста. Напомню, первый раз, когда Крымский мост был атакован, там целый совбез, доклады, все. Тут уже такой масштаб поменьше. Включил там экранчик, включил каких-то чинуш, пару наших предателей и, значит, с ними что-то их послушал. И выдал очень глубокие мысли, друзья. Ну, вообще, все-таки, ну, все-таки, ну, Путин, знаете. Говорит, это второй удар по Крымскому мосту. То есть, он еще умеет считать. Слава Богу. То есть, он не путает, это второй, все-таки не первый. Потом будет третий, он скажет, друзья, это третий. Теперь мы знаем, зачем нужен Путин. Он может посчитать удары по Крымскому мосту. Послушайте его. С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу с коллегами подробно говорили. По моему поручению состоялось заседание специальной правительственной комиссии, в которую входят представители регионов и федеральных ведомств. По мосту уже восстановлено железнодорожное движение. Сейчас важно оказать всемирную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Да, ну вот видите, серьезный человек, серьезно все сообщил. Дальше говорит, ну хорошо говорит, опоры-то целы, все нормально. Послушайте. Это хорошая новость, если вообще здесь можно говорить о каких-то хороших новостях, но то, что опоры не повреждены, это самое главное. Ну тут же, правда, он-то сам там не был, на экранчике не видно, в Крым не летал в этот раз пока, как минимум. Поэтому не в курсе о том, что там говорят те, кто были на месте, и вот послушайте, как они и ниже представители оккупационной крымской власти говорят, один пролет не подлежит восстановлению вообще. То есть все достаточно серьезно. Послушайте. Я сам лично осмотрел все вместе с портировщиками, с строителями, вижу, что она не подлежит восстановлению. Вторая часть опоры, вторая часть пролета сместилась на 70-80 сантиметров от своего правильного положения. Ну и то, что все серьезно, подтверждает то, что прозвучала дата у них 15 сентября, как запуск одной стороны движения. О, так это два месяца. В общем, курортный сезон, друзья, в Крыму закончился. Это очевидно, и это, друзья, понятно всем. Это понятно всем, ну и в конце Путин, нужно же, значит, за это отомстить, и в конце Путин говорит, будет ответ от России. Вот так. Послушайте. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение. Ну и этой ночью ответ прилетел в Одессу, все слышал своими, что называется, ушами. Волны шахидов, шесть калибров. Это все, конечно, неприятно, но на судный день уж не тянет, ну аж никак. Побили церквушку на морвокзале. Ну это, видимо, центр принятия решений и очень стратегический объект. Как обычно, уничтожили, там, повредили жилой дом, ранили гражданского человека. Ну вот, мерзлись новобранцы. Эй, так вы же там 300 тысяч только официально мобилизировали, а реально больше. Плюс еще добирали каких-то контрактников, плюс там еще что 150 тысяч якобы Шойгу докладывал. Так у вас же нет потерь, а куда же делать полмиллиона человек? Эй, послушайте Гиркина Стрелкова. Даже на второстепенных направлениях укомплектованность наших войск снова не превышает 70%. А там, где идут наиболее ожесточенные бои, она значительно ниже. Потери наши войска несут постоянно, а поток подкреплений, поток резервистов из тыла иссяк. Ну и он делает вывод, что к концу августа у ЗСУ есть шансы прорвать фронт, и это приведет к общегосударственной катастрофе. Учитывая, что, как намекает Гиркин, то ли Путин там уже вообще в плену, у кого-нибудь, правда, непонятно, то ли полностью уже поехал мозгами, но тут сложно с этим спорить. Послушайте Гиркина Стрелкова. Меня пугает вероятность того, что враг все-таки сможет прорвать наш фронт до конца августа, не исчерпав свои силы. В ситуации, когда мы имеем место президента неизвестно что, или мы имеем президента, который не способен принимать решения, теперь вплоть, возможно, до личной несвободы, и такое тоже может быть, потому что некоторые моменты заставляют подозревать даже такое. Мы можем получить катастрофу общегосударственного масштаба, намного превышающую непосредственные последствия какого-то там одного военного поражения, пусть даже и серьезного. Ну а в Совете Безопасности Россия только и может ныть о том, что как же так, почему никто не осуждает. Ох, какая великая страна! Теперь ее волнует, почему никто не осуждает теракт с участием британских спецслужб. Напомню, еще год назад они рассказывали, что это я и Бен Воллес, министр обороны Великобритании, готовим теракт на Крымском мосту, когда первый раз атаковали Крымский мост, они активно это вспоминали, второй раз тоже, вот, в общем, британские спецслужбы и Гончаренко. А кто же счет, друзья? Конечно. Я не слышал каких-либо осуждений этого акта терроризма со стороны кого-либо из западных спонсоров киевского режима. И нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществлении этого теракта были вовлечены западные, в частности, британские спецслужбы. Слишком многое на это указывает. Ну и, друзья, чтобы вы не думали, что это Гиркин Стрелков, он там известный, любитель зраду у них, хотя очень многие его прогнозы оправдались, тут надо признать. Но и на центральных российских каналах у той же самой Скобеевой, один из экспертов говорит, да, там опять начали говорить, нужно освободить Николаев и Одессу освободить, ну, в общем, захватить, отрезать Украину от Черного моря. И он такой уже, знаете, ребята, вы там попуститесь, вы Маринку взять не можете, Маринку взять не можете с 2014 года, уже 10-й год берете, населенный пункт 6 километров, он там говорит с прошлой весны. Нет, 10-й год вы берете Маринку и взять ее не можете. Послушайте, правда, где уж там вам Киев, Одесса, Николаев, вот, вот вам от Одессы. Вот вам, друзья, все, что я могу сказать. Друзья, не забудьте подписаться на канал, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, где вся самая оперативная информация выкладывается. Поэтому, конечно, я не говорю о том, что Россия уже, там, знаете, свой, как сказать, месть. Ну, и месть, они и так атакуют нас и шахидами, и ракетами. Могут еще попробовать что-то, поэтому не игнорируем воздушную тревогу, друзья, это важно. Сейчас важнее, чем когда бы то ни было. Но реально мы должны понимать, вот Россия атаковала наш порт Одессы. И что? И что она смогла сделать, кроме как повыбивать там стекла и повредить часовню и ресторанчик? Ну, это, конечно, моща, это, конечно, очень сильно помешает, если что, там, зерновой сделке условной или вообще существованию портов. И ударить по Киеву, как там, центром принятия решений, по банковой Верховной Раде. Ну, теоретически попробовать могут. Уже пробовали пару раз, там все сбивалось. Сейчас даже и знаменитые тинжалы, там, патриоты, щелкают, как орешки. Ну, теоретически попробовать могут, ну, повредят здание. Ну, и что? Чиновники на банковой всегда ходят в бомбоубежище, у них там это обязанность. Там строилась, на случай ядерной войны, там бункер, в котором первое время сидел Зеленский, там, уже там, 70 метров глубину под землю. Ну, в общем, эти кинжалы ничего абсолютно не дадут. Поэтому, собственно говоря, никаких инструментов какого-то страшного судного дня у них просто, друзья, нет. Вот это, собственно, факт, это нужно понимать. Поэтому мы их абсолютно не боимся, но, конечно, мы внимательны и осторожны. Только так, на самом деле, люди и страны и побеждают. Друзья, держим строй, все будет хорошо.